Это первый пожар на барахолке в Ламаты. В течение почти полугода торговая площадь горела аж пять раз. Первый пожар охватил рынки Алжа, Аян, Керемет и Алатау еще 3 сентября прошлого года. Последний случился 4 февраля. Тогда пламя полыхало на Юпитере. Местные торговцы твердо уверены, череда пожаров не роковая случайность. Очевидно, барахолка кому-то сильно мешает жить. Наш рынок Юпитер, он обестачивается на ночь, электричество не подается в бутики, только дежурное освещение. И в любом бутике, даже если обогревательный прибор, то он отключен и обесточен. Возгораться, само возгорание произойти не могу. Это однозначно. Это как можно не любить свой народ, чтобы поджигать и поджигать? Как вы думаете, это поджог? Ну, естественно, такая зная участка уже, какая-то традиция уже. Ну, конечно, это закономерность просто-напросто. Мы сейчас без работы остаемся. И как семью кормить, тоже не знаем. Сотни алматинцев и приезжих торговцев стали банкротами. У пострадавших людей вместо товара остались лишь многотысячные кредиты. Вот базар наш сгорел. Уже сколько месяцев мы без работы. По новой начинать – это надо деньги. Люди не могут никак восстановиться, никак не могут. Материально, морально никак восстановиться не могут. Сейчас большая часть территории барахолки напоминает пустырь, словно после взрыва бомбы. Склады заброшены, под ногами горы мусора, оставшиеся от огромного пепелища. Некоторые базары доживают считанные дни. Например, оптовый рынок Балашак. Люди там держатся за свои места, как за спасительную соломинку. Все за барахолкой, чтобы она стояла, чтобы она так дальше действовала. Потому что здесь столько людей работает, куда они все пойдут. Им даже некуда идти. Хотя, впрочем, есть куда. Власти города предлагают бедным торговцам переехать на новый рынок, что по Кульджинской трассе. Вот правда, контейнер там стоит порядка 15 тысяч, но не тенге, а долларов. Не устраивает – проваливайте. Акимат Алматы продолжает активно сносить оставшиеся следы барахолки. На днях в среду пришли суд-исполнители, сказали нам, что снесут базар. Сказали, мы предупреждаем, мы вам даем. Даже пришли нам, сказали так, мы сейчас будем сносить. Почему сейчас? Они говорят, уже тогда, говорят, мы вам даем срок, через неделю. Почему нас снесут? Почему? Но переживания людей, чиновников не волнуют. Торговая территория, как рынок, изжила свой век. А ведь когда-то алматинская барахолка была стабильным источником черного нала и кормила всю семью Назарбаева. Так вот, центральную барахолку, как только мы стали независимыми, Казахстан стал независимым, тут же захватил Тимур Кулебаев. Почему? Потому что там торговали всем, начиная от самого маленького элемента и до самых сложных изделий, которые только можно было торговать. Причем все дошло подпольно, никто никому никаких налогов не платил, кроме маслехатских сборов. Поэтому черный нал, который шел с барахолки напрямую в карман Тимура Кулебаева и семье Назарбаева, это как раз были те грязные деньги, которые необходимы были для дальнейшей эмансипации Казахстана с стороны семьи Назарбаева. Времена изменились, Елбасы давно долларовый миллиардер, а потому на месте уже ненужной казахстанской элите копеечной барахолки в скором будущем возведут 15 многофункциональных центров, а это часть без малого триллиардного проекта по строительству торгово-транспортного коридора. Пожалуй, теперь совершенно понятно, кто заказывал огонь и решал судьбу городского рынка.